Итак, друзья мои, сразу несколько оговорок, потому что мой доклад будет покороче, и я хочу сразу оговориться, что я не ученый, я человек, пишущий о нейронауках, то есть изучающих их как со стороны, то есть я не работаю руками, не работаю в лаборатории. Единственное, что я изучаю, где у меня есть публикация научная, это история нейронаук, история неврологии. Вот, и поэтому сегодня я по просьбе организаторов, вообще в принципе, решил сделать такую вот интересную штуку. Если мы откроем любую популярную статью в Википедии, русской, английской, в научно-популярном издании по оптогенетике, мы, естественно, увидим одну из этих двух картинок. Да, картинку, как это все устроено, то есть, и если мы посмотрим внимательно на, ну, все мы прекрасно знаем, как это все работает, не нужно никому рассказывать, как работает оптогенетика. И мы здесь по-хорошему можем выделить четыре элемента метода, четыре элемента метода, которые должны здесь присутствовать. То есть, у нас есть потенциал действия, которые мы вызываем в нейроне, у нас есть апсин, который у нас встроен в мембрану, у нас есть метод, которым мы этот апсин встраиваем в мембрану, и есть то, чем мы этот апсин активируем. И я решил рассказать не об истории самой оптогенетики, потому что история пока что очень короткая, а о предыстории. То есть, фактически, если мы оптогенетику считаем человеком разумным, то мы поговорим о неандертальцах, австралопертеках и прочих методах. То есть, мы поговорим, я расскажу вам четыре коротких истории о том, как мы узнавали, как появилось то, что потом вместе дало оптогенетику. Интересная штука, если взять эти четыре детали, то есть, да, потенциал действия, апсины, геноинженерии и лазеры, то они появлялись попарно. Итак, потенциал действия и апсины мы открыли еще в XIX веке с разницей, ну, наверное, лет в 10. И примерно с разницей же лет в 10, может быть, чуть побольше, появились лазеры и потом геноинженерии. Вот, собственно, про это мы и поговорим. А судя по тому, как шла конференция про будущее оптогенетики, проговорили здесь уже очень много, поэтому я на этом, наверное, даже не буду останавливаться. Может быть, очень кратенько проберюсь. Итак, история первая. Потенциал действия. Обычно в наших учебниках пишут, что потенциал действия изучали Козчкин и Хаксли, но его история гораздо, гораздо дольше. Те замечательные, два замечательных вклада в изучение потенциала действий, в формулировку, собственно говоря, его как такового, вложил этот замечательный человек, проживший очень долгую жизнь, к сожалению, так и не получивший Нобелевскую премию, хотя на нее номинировавшийся. Это, конечно же, Юлиус Бирштейн, который с разницей в 50 лет сделал два очень важных вклада. В 1868 году он создал вот этот замечательный прибор, который сам называл дифференциальным реатомом, то есть разрезающим время. Очень интересная, я бы даже сказал, очень оригинальная и неординарная, а чисто механическая штука, где вот этот вот кружащийся диск с эксцентриком запускал два электрода, стимулирующие нерв, естественно, не нейрон, а нерв или мышцу, и записывающие активность ее с разницей буквально в несколько миллисекунд. И таким образом удалось записать распространение потенциала действия, и вот уже даже форма, записанная в 1868 году Бирштейном, перевернутая, в отличие от нашего современного вида, очень похожа на то, что потом получили хротшинс-хакции. И полвека спустя, ровно полвека спустя, в 1908 году, тот же самый Бирштейн сумел высказать очень важную потом гипотезу о том, что потенциал действия возникает из-за ионной проницаемости мембраны клетки. Правда, это удалось подтвердить уже сильно позже. Еще один важный шаг, примерно в то же время, когда была высказана мембранная гипотеза потенциала действия, сделал вот этот замечательный француз Луи Латник, который в 1907 году смог показать, что потенциал действия возникает, когда пересекается некий порог. Собственно говоря, потом это мы тоже показали. Ну и, естественно, никаких открытий хротшинс-хакции не было бы, если бы не открытия и не инновации двух замечательных нейробиологов. Первый – это, конечно же, Анжелика Арванитаки, которая первая впервые ввела большие нейроны в научный арсенал, правда, она ввела в работу нейроны моллюсков, аплезии, и потом именно ей, вероятно, будет обязан своей Нобелевской премией Эрик Кандель, но уже совсем за другое. Ну и, естественно, замечательный Джон Янг, который ввел в научный оборот гигантский аксон кальмары, аксон, который простирается вдоль всей мантии кальмара и имеет диаметры до полутора миллиметров, что, конечно же, давало в 30-е-40-е годы возможность уже манипулировать с ним, размещая их вне, на поверхности и внутри этого. К слову сказать, естественно, потом, как рассказывал сам Эндрю Хаксли, его один нейребелок, имя которого не произносил, постоянно поддразнивал, что вообще на самом деле Нобелевскую премию нужно сдать не вам с Ходжкиным, а самому гигантскому аксону кальмара. Конечно же, именно модель Ходжкина-Хаксли, сейчас считается главной моделью потенциала действия до сих пор, и, безусловно, они получили свою Нобелевскую премию не зря. Кстати, интересная и не очень знакомая история о том, что вот та самая система из дифференциальных уравнений, которая позволила построить модель, была решена с помощью упорства Хаксли, потому что это были 50-е годы, если я не ошибаюсь, и в Кембридже уже был компьютер, но очередь на него занимала примерно полгода, и Хаксли, то есть, хочется как более опытный, более молодой, более такой солидный человек, решил, мы подождем, Хаксли более горячий, сказал, что нет, ребята, у меня есть арифмометр, и на арифмометре все посчитал, и гораздо более быстро получил модель. Но нужно сказать, что, несмотря на то, что Нобелевскую премию получили Ходжкин, Хаксли и Джон Эклс за работу по синапсам, его отдельная работа, было бы справедливо, чтобы вот этот премиум трех разделили, конечно, Ходжкин, Хаксли и Бернард Хац, потому что именно Ходжкин и Хац уже в 40-е годы показали, что именно проницаемость ионных каналов и количество ионных каналов максимально влияет на работу потенциала действий, потенциала покоя. Но это, кстати, не последние Нобелевские премии, связанные с открытием потенциала действия, потому что почему-то забывают еще одну Нобелевскую премию. Две премии, Хац тоже получил Нобелевскую премию уже за изучение работы нейромедиаторов, как все знают. Но потом, позже, гораздо позже, в 1997 году, тут замечательный норвежец, Йенс Кристианску, который в те же примерно годы, в 50-е годы, показал, он вообще изучал, занимался изучением анестезии, и именно он сумел показать, что он фактически открыл вот эту вот самую замечательную натрий-кали-аттефазу, то есть фактически натрий-рукалевую помпу, которая работает с возникновением потенциала действий, сохранением потенциала покоя. Кстати, Скул прожил вообще, если брать людей, которые занимались нейробиологией в том или ином виде, он, наверное, второй по продолжительности жизни Нобелевского ряда после Риттеля и Монтальчини. Он прожил ровно 100 лет, он ушел от нас два года назад. И это, по-моему, единственная Нобелевская премия по химии, которая связана с нейробиологией. Ну, не только химией, единой и физикой, и нейробиологией жива оптогенетика. Конечно, без физики и без физиков никакой оптогенетики бы не было. И здесь мы гордимся тем, что это одно из важнейших открытий для оптогенетики, вообще для всей нейробиологии, потому что не только оптогенетика, но и конфокальная микроскопия, и двухфотонная микроскопия, и куча-куча других методов в наших науках связаны с открытием Лайзера. И здесь вот эти три замечательных человека, слева направо, Александр Прохоров, Николай Басов и Чарльз Таунс из США, они, конечно же, совершили, как по-прежнему считается, самое главное, самое важное и самое влиятельное открытие 20 века. единственное открытие, о котором говорили, что это решение, которое само ищет в себе задачи. И эти люди придумали, на самом деле, они создали не лазер, сам лазер появился чуть позже, они создали принцип усиления вынужденного излучения, то есть принцип усиления излучения, которое вызывается переходом электронов с внешнего уровня возбужденного на нормальный. Надо сказать, что вообще, в принципе, лайтовое открытие могло бы не быть, потому что и Александр Прохоров, и Николай Басов были фронтовиками, они прошли Великую Отечественную войну, когда тот же Прохоров вернулся в Фиан в 44-м году, на него посмотрели как человек как с того света, потому что до сих пор, до того времени, до 44-го года, из всех фиановских ученых, ушедших на войну, никто не вернулся. Первыми создали принцип усиления излучения Басов с Прохоровым. Они, правда, доложили его на конференции, в принципе, это была докторская диссертация Басова, руководил которым Прохоров, и чуть позже, это 1953 год, Басов и Прохоров, в 1954-м году, Чарльз Таунс, опубликовал свою работу, и Чарльз Таунс создал первый микроволновой усилитель, микроволновой излучатель, который мы назвали Мазером. Вы же знаете, что Мазер и Лазер это аббревиатура. потом, попозже, то есть, в чем была проблема? Микроволновой излучатель имел микроволновую длину волны, и считалось, что короче, длину волны создать не получится, потому что все дело было в газовой фазе, и считалось, что резонатор, в котором происходит накачка энергии, должен иметь длину волны излучения, поэтому в видимом свете сделать это было невозможно. Однако Чарльз Мейман, Теодор Мейман, замечательный человек, понял, что не нужно брать длину волны, а нужно просто взять целое число длин волн, и он использовал для резонатора кристалл Рубина, и в 1960 году заработал первый лазер. Потом Чарльз Таунс, когда вышла статья Меймана о первом лазере, сказал, что это самая влиятельная статья в Nature 20 века в пересчете на одно слово. Вот видите, это вся статья целиком. Наверное, следующей по влиятельности будет статья Уотсона и Крика о создании ДНК. Так что так примерно появились лазеры. К слову, после Нобелевской премии 1963 года Баск с Прохором разругались в дрызг из-за военных заказов и не разговаривали почти до самой смерти, но это уже отдельная история. И заметьте, прошло всего 11 лет после работы первого лазера, после появления первого лазера, и вот этот замечательный человек, физик Ричард Форк, воспользовавшись открытием Анжелики Арваневдаки, взял и попробовал прямым воздействием лазера активировать нейрон. Он взял нейроны той самой аплезии и уже в 1971 году у него получилось прямым лазерным излучением активировать нейрон аплезии. Никакой геноинженерии еще тогда не было, но тем не менее первая фактически такая прадедушка оптогенетики заработала в 1971 году. Вот статья его по-моему тоже в Nature. Это получилось сделать длиной волны 488 наномер. Апсины, светочувствительные белки, тоже известны человечеству очень давно. Собственно говоря, вот первооткрыватель апсинов, конкретно Радапсинов, Франц Кристиан Бол, не знаю правильно как произнести по-французски, он француз, к сожалению он прожил очень короткую жизнь и всего за три года до смерти в возрасте 27 лет он увидел, что сетчатка лягушки светлеет на свету. То есть когда ее выносят из темноты на свет, она теряет свою окраску. Бол выделил из нее пигмент, который сначала назвал пурпурно-красным пурпурот, потом понял, что все-таки не совсем она пурпурная и назвал ее по-моему визуально красным. Зенрот, кажется, назвал ее, если я ничего не путаю в немецком языке. Так что человечество знакомо с апсинами уже практически 144 года. Ну, конечно же, те апсины, с которыми работаем мы, появились позже, когда начали изучать фототаксис различных микроорганизмов, бактерий. И вот 1978 год, ключевая статья Синишенкова. И дальше, 1984, и дальше, и дальше, дальше. Так мы познакомились с апсинами. Мое время, конечно, вышло, но ничего. Я чуть позже начал буквально еще. Ну, и геноинженерии, конечно же, без нее никак. То, чем чаще всего пользуются в... Алексей Сергеевич, у вас еще минуты 10-15, поскольку вы позже начали, так что... Я начал позже на минуту на 10, наверное, да, опять уже прошло. Ну, не суть. Давайте. Так, я-то не буду торопиться. Итак, геноинженерия. Тот инструмент, которым мы вставляем чаще всего, как раз как предыдущий докладчик сказал, апсины, ну, гены апсинов в нейроны, конечно же, был открыт еще до геноинженерии. В 64-м году впервые была показана фотография аденоассоциированного вируса. Сначала она была представлена на докладе в Американском обществе микробиологии и годом позже эта статья была опубликована в Science. Это, кстати, маленькая статья, буквально странички, по-моему, 2-3. Но, естественно, отцом геноинженерии стал Пол Берг, хотя он никогда он все протестовал против того, чтобы его называли отцом геноинженерии, он назывался, сделавшим первый шаг, именно Пол Берг впервые в 70-х годах, по-моему, в 72-м и 73-м году сумел встроить ген одного существа в другое при помощи, правда, не при помощи аденоассоциированного вируса, а при помощи бактериофага лямбда. К слову сказать, поскольку Берг работал до этого с онкогенными вирусами, после открытия он испугался, и он взял, потому что он решил, что генномодифицированная E. coli, с которой он работал, и все генномодифицированные бактерии, тоже будут онкогенными, и они даже взяли, ну, как ученые собрались на некой конференции по безопасности геноинженерии, потому что все боялись, что генномодифицированные бактерии, с которыми они работали, тоже будут онкогенными, но оказалось, что это не совсем так, и позже все началось. Использование аденоассоциированных вирусов для геноинженерии началось позже. Первая статья это работа Берга в 1972-м год, я не ошибся, ну и вот первые аденоассоциированные вирусы как векторы для геноинженерии это работы 1984-1985 года. Вот вы видите три ключевые работы. Ну и еще позже, в смысле позже, чем работы Берга, Нейман, естественно, 1982-й год, это первая работа по электропорации. Еще до этого было показано, что слишком большой электрический импульс разрушает мембрану, но потом оказалось, что короткий и правильно подобранный электрический импульс 5 мкс, оставляет поры в мембранах и это можно использовать для генного трансфера. вот Нейман стал отцом электропорации. Метод тоже часто используемый, обсуждавшийся даже сегодня. Ну и теперь это все вместе. Первая работа, которую можно называть аптогенетическими, это Борис Земельман и Герба Миссенбрук, Бок, Миссенбок правильно, я не умею говорить по-немецки, это 2002 год. Я бы 2002 год считал началом оптогенетики, хотя до этого еще разные ученые высказывали свои предположения и идеи на тему того, что можно было бы вот так работать, в том числе и знаменитый Фрэнсис Крик еще в 90-м году высказывал свои идеи на эту тему. Но практическая работа это, конечно же, вот это вот и следующий немножко измененный метод 2002 года и, конечно же, Карл Дессирот со своей работой 2005 года. Вот, собственно говоря, и с этого момента, наверное, с 2002 или 2005 года и начинается современная история уже оптогенетики как таковой, которая у нас сейчас находится во взрывном развитии, что показывает и сегодняшняя конференция, и конференция два года назад, и даже больше это показывает то, изменился ландшафт нашей поляны, и даже сама конференция изменилась за эти два года. Ну, про будущее естественно, говорили всегда, получается, четвертый день, третий день говорим, третий день говорим на этой конференции, будущее огромное и зависит от многих вещей, от того, насколько будут работать медленные, насколько они будут воспроизводимы, насколько мы сможем использовать оптогенетику в работе с человеком, их много, жалко, что в этот раз снова не выступил здесь Сева Белоусов, который создал метод термогенетики, метод, управляемый инфракрасными каналами, взятыми у гремучей змеи, но сейчас Сева героически борется с коронавирусом в Москве, сколько он возглавил центр мозга и нейротехнологии, который перепрофилировали под коронавирус. Естественно, в работе с эпилепсией очень много используется оптогенетика. Как ни странно, в тестировании открываемых лекарств, психиатрия, я думаю, что это очень перспективный метод будет терапевтический когда-нибудь, а сейчас исследовательский метод кардиологии, естественно, поскольку возбуждаемые клетки и сердце. Уже есть, я видел первые модели, первые попытки сделать коклярный имплант, управляемый оптогенетически. Близкая для меня тема очень это использование выдающихся характеристик методов оптогенетики, как для считывания, так и для управления, ну, воздействия, то есть для будущих интерфейсов мозг-компьютера, причем, скорее всего, двунаправленных, то есть тех, которыми можно управлять, например, протезом руки и теми, которыми можно приводить данные от датчиков на протезах для создания чувствительного протеза. Конечно, будет гораздо более точный метод, чем современные первые попытки просто электродной стимуляции санцемоторной коры и так далее, и тому, исследование оптогенетик как способ использования приматов, ну, не он химан примат резов, гораздо проще использовать оптогенетические методы, чем получать геномодифицированных приматов, потому что очень долго их тоже используется. Очень-очень много, управление болью и так далее, и тому подобное. Я собрал очень много, не буду показывать, не записать, но потом, я думаю, презентацию организаторы смогут же выложить, да? Много обзоров, очень много. Если вы позволите взять ее, то мы с удовольствием выложим ее на сайт. Я же ее для нас, для всех, а не для себя. Спасибо. Вот, очень много обзоров, вот, собственно говоря, чем я сейчас занимаюсь, если какие-то вопросы мы не успеем обсудить, можно задать по электронной почте в социальных соцсетях, если какие-то на какие-то вопросы смогу ответить сейчас, то, конечно, пожалуйста. Спасибо большое, прошу прощения за, если что-то было не так. Да все вроде нормально. Алексей Сергеевич, большое спасибо за исторический такой экскурс, потому что, ну, нам кажется, что он очень комплементарно дополняет те специальные доклады, которые мы здесь услышали. Я понимаю, что он был не полон. Мы сейчас, вот, мы сейчас делаем некий курс, ну, я с большим количеством коллег делаем курс по нейробиологии, и вот мы попросили сделать лекцию по истории нейроновок на полтора часа, и это очень страшно, потому что... Ну, за полтора часа это невозможно сказать. приходится. И мы сейчас тоже делаем книжку про историю изучения мозгов, там, я понимаю, что и в 100 биографии не уложимся, но надо как-то вот это все сделать. Спасибо еще большое. Коллеги, если у кого-то есть вопросы, ну, поднятием рук или в чате? Все хотят виртуальный кофебрейк? Караул устал, я просто полагаю. Нет, кофебрейк, я думаю, все не хотят всем действительно интересно, просто вы нам показали и прошлое, и настоящее, и будущее. Это действительно большой анализ, и мы действительно хотели бы получить вашу презентацию, выложить ее на сайт, потому что это для школы действительно полезно, действительно нужно, нужен такой исторический ракурс. А скажите, пожалуйста, вопрос к научному журналисту. Скажем, в социальных сетях появляются ваши статьи о как вы дальше планируете развивать свое направление, научно-популярное направление, популяризацию науки. популяризацию науки вообще, или в данном случае нейронауки? Нейронауки, потому что это нам здесь все же ближе. Ну, смотрите, у нас, у нашей команды есть несколько, ну, в первую очередь, как бы команда, ну, ядро команды, это я, и следующий наш лектор, Анна Харужая, которая будет рассказывать про презентации. То есть, мы продолжаем работу портала нейроновости, безусловно, и мы хотим его развивать, и будем делать его, будем делать его, будем делать его дальше, глубже, шире. Это чисто волонтерский проект, это никакой, то есть, мы не получаем за это деньги, тратим на это собственное время и силы. то есть, мы продолжим текущие, информирование о текущих научных новостях. Мы сейчас начали, вот я взвалил на себя такую вещь, мы начали делать там раз в две, в три недели обзор текущих топовых, выпусков топовых журналов, то есть, это Nature Science, Nature Neuroscience, Nature Reviews Neuroscience, Nature Reviews Neuroscience, Lancet Neurology, Brain Neuron и Journal of Neuroscience, я взял на это, больше просто не потяну, сил не хватит. Мы сейчас сделали, делаем вот курс и книжку, ну, курс на платформе университета НИОМ и книжку тоже с этим курсом, таким популярным, который мы для себя называем условно нейронаукой для чайников, то есть, ну, самые, то есть, мы тут тоже пытаемся впихнуть не впихуемо, потому что мы хотим с одной стороны дать самые базовые понятия нейронауках, то есть, вот там построен мозг, там, что такое нейрон, что такое глии и так далее, с одной стороны, с другой стороны, мы хотим при этом отразить все современные тренды в нейронауках, там, новые парадигмы, там, в области нейрон-глиальных взаимодействий, там было одновременно и дети, вот смотрите, что такое синапс, с другой стороны, показать, что есть гнесематическая передача, что есть оптогенетика, и она, вот такого вот химера пытаемся сделать. Спасибо, спасибо. Спасибо. Пока вы отвечали, тут набежали и благодарности в чате, спасибо за интересную лекцию, читаю ваш портал, спасибо за работу. Так, возникли и вопросы. Стоило Островского два замечания, но он не сказал какие. А вот сейчас скажет, у него микрофон включат, Михаил Аркадьевич. А я уже прислал два маленьких замечания. А, да, 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 зрительный пурпур, да, да, да. Ну, идея очень простая. Большое спасибо, замечательная лекция, действительно. Visual Parc, зрительный пурпур, Эвел Кюн. Да, 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 да. Болл назвал это просто за что в свое время. Первый был. Ну, это так, кстати. А, действительно, Болл был первый, кто наблюдал обесцвечивание сетчатки и связал это со зрительным актом. И второй в вашем списке, конечно, нужен офтальмолог. Но это не будущее, это уже настоящее, я считаю. К сожалению, не настоящее, но ближайшее будущее. Я помню, что два года назад на вашей лекции вы сказали, что ближайшее приложение это будет офтальмология. Вашу лекцию прекрасно помню. Ну, да, но оно еще не дошло к миликам, к сожалению. А так, замечательно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Вот еще есть маленький комментарий с просьбой добавить имена на слайд, где вы показываете. Добавлю, конечно, да, конечно. Хорошо, теперь есть вопрос от Петра Дмитриевича Брежестовского. Включен звук. Звук включен. Вот включен. Рад вас видеть. Да, огромное спасибо. Просто даже не вопрос, а чуть-чуточку небольшой комментарий. Правда, очень интересно, большая история и логически, и хорошо. Это очень важно для всех, кто работает в этих областях, чтобы это не были. Единственное, что я хотел бы сказать по поводу Берштейна, Берштейн сделал замечательное открытие, великолепное, но он сам видел, как будто бы он нарисовал, у него получился как будто бы обершут, но на самом деле он всегда писал, он же создал теорию, когда идет калевое шунтирование, доходит до нуля. И заслуга Ходжкина и Хакси в 1939 году, когда они показали, когда существует этот обершут. Но они не понимали это очень долго, и только после войны в 1949 году были сделаны они написали статью, где было сделано с тем гипотезы и все были неверны. И когда Кац, я вас благодарю за Каца, вот что вы его туда добавили, потому что он, тогда он был влюблен, и он, сказать, он им помогал, рассказывал, но в статью он не включился. Но он получил потом Нобелевскую премию. Спасибо вам огромное, очень хорошо. Спасибо большое за дополнение. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.